Привет, друзья! В этом видео мы поделимся самым простым и универсальным способом удаления и восстановления системных приложений на Android. Для вашего удобства мы сделали собственный, максимально простой и интуитивно понятный скрипт, который позволит на любом смартфоне Xiaomi с любой версией MIUI и Android не только безопасно удалить системные приложения, но и при необходимости также восстановить их. И все это без рутправ и разблокировки загрузчика. А перед началом не забудьте поддержать наше старание лайком и подпиской, именно это мотивирует нас и дальше стараться над новыми видео. И мы начинаем! Может возникнуть вопрос, но ведь невозможно удалить системные приложения без разблокировки загрузчика и рутправ. Разумеется, системный раздел, где находится сама прошивка со всеми приложениями файлами, никак не может быть затронута без рутправ. Но это нам и не нужно, так как даже если теоретически удалить файлы из системного раздела, объем свободной памяти в пользовательском разделе от этого не увеличится. Тем не менее, мы можем полноценно удалить не только мусор от ненужных системных приложений, но и полностью деактивировать сами приложения. Благодаря этому они больше не будут нагружать оперативную память смартфона, расходовать заряд батареи, генерировать лишний мусор в пользовательской памяти и в принципе отображаться на рабочем столе и в списке приложений. Так что фактически приложения будут считаться удаленными. Итак, давайте приступать. Каждый шаг я постараюсь объяснить максимально подробно. Прежде всего на самом устройстве необходимо включить отладку по USB. Для этого активируем настройки для разработчиков, тапнув на версию MIUI несколько раз подряд. Далее переходим в этот раздел для разработчиков. Он находится в расширенных настройках. Находим заветный пункт «Отладка по USB» и включаем его, соглашаясь с предупреждением. Далее скачиваем готовый архив с нашим скриптом и необходимыми инструментами. Ссылка на него как всегда в описании. Распаковываем папку из архива со всеми файлами, ну например на диск С. И все, он готов к работе. Ничего дополнительно устанавливать не потребуется. Ну разве что драйвера для вашего смартфона, если вдруг компьютер не распознает подключенное устройство. Их тоже на всякий случай оставлю в описании. Приступаем к процессу очистки. Подключаем устройство к компьютеру. Открываем наш скрипт MI Up Tools и видим, что запускается служба АДБ, которая нам и позволит управлять системными приложениями. Если вы используете отладку по USB в первый раз, то на смартфоне должно появиться окно с запросом на разрешение отладки для текущего компьютера. Необходимо нажать разрешить, иначе соответственно ничего не сработает. Если же вы нажали отменное или просто случайно закрыли это окно, такое тоже бывает, потребуется вернуться в настройки для разработчиков и нажать пункт Отзыв разрешений на отладку по USB. После этого нужно перезапустить скрипт и уже на этот раз корректно разрешить отладку. В итоге, если вы все сделали правильно, откроется интуитивно понятное меню скрипта, с которым разобраться сможет совершенно любой пользователь. Управление традиционно происходит с помощью ввода цифр соответствующим пунктам меню. Первые два пункта в меню, автоматическое удаление и автоматическое восстановление, позволяют буквально в одно нажатие управлять списком системных приложений и сервисов, удаление которых никак не отразится на работоспособности системы. Посмотрим на живом примере. Открываем раздел «Автоматическое удаление» и видим полный список приложений, которые будут удалены сразу пачкой. В среди них сервисы аналитики, рекламы MIUI и прочие приложения Google. Чтобы подтвердить удаление, нажимаем соответственно единицу и подтверждаем клавиши Enter. После этого все приложения из указанного списка пропадут с вашего смартфона, а вместе с ним и соответствующие данные и мусор от них. Второй пункт меню «Автоматическое восстановление» позволяет сразу пачкой вернуть все приложения, которые были удалены из первого пункта меню. Таким образом эти пункты будут полезны тем, кто не хочет заморачиваться с выбором приложений, а хочет одним нажатием удалить пачку самых ненужных. С этими разделами разобрались, переходим к более интересным. Третий и четвертый пункт меню позволяют удалять и восстанавливать приложения не сразу кучей, а выборочно по одному. При этом здесь вы сможете узнать подробнее, за что отвечает то или иное приложение и решить, стоит ли его оставлять или удалить. Кроме того, как вы можете заметить, список приложений здесь значительно шире и мы будем его периодически пополнять на основе ваших пожеланий. Так что смелее пишите в комментариях, какие еще системные приложения вы хотели бы удалить. Мы в свою очередь протестируем насколько это безопасно и добавим в этот список. Свежую версию скрипта вы всегда сможете найти по ссылке в описании. Также подсказки и советы по использованию нашего инструмента вы сможете найти в разделе «Информация» в меню самого скрипта. Друзья, если вам понравился такой способ управления файлами с помощью скрипта, поддержите наши старания лайком и подпиской. В таком случае мы постараемся подготовить для вас еще один интересный скрипт, который позволит управлять скрытыми фишками смартфона, например отключать ненужные иконки в статус баре, оптимизировать анимацию, скрывать подписи иконок приложений и многое другое. Ну а если у вас нет ПК, не расстраивайтесь и для вас постараемся подготовить максимально простой способ, чтобы избавиться от ненужных системных приложений. В общем, подписывайтесь на канал. И спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч, пока-пока.